159 укусов клещей. Такие цифры приводят в Царлитамасском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора за два месяца. Кровососы не дремлют, напоминают специалисты. До наступления холодов насекомые активны. О мерах предосторожности расскажет наш корреспондент. Если вы стали жертвой кровососа, его нужно обязательно исследовать на инфекции, энцефалит и боррелиоз. Поэтому после того, как насекомые извлекли из тела, его желательно отнести в лабораторию. Там клеща тщательно изучают. Если вас упустил клещ, то обязательно нужно удалять клеща в травмпункте. Ни в коем случае само удалять его не нужно. Клеща нужно приносить целым, чтобы была обязательно головная часть. Клеща мы отмываем, высушиваем, замораживаем. Затем мы его давим и с помощью раствора для разведения образцов мы перемешиваем. За апрель и ма в Царлитамаке было исследовано 535 кровососов. Из них 7 были заражены вирусом клещевого энцефалита, 31 – боррелиозом. Ведомстве отмечают, укушенных в этом году меньше. Хочу сказать, что вирусоформность небольшая. Это, конечно, очень хорошо. Где-то полтора процента клещей инфицированы вирусом клещевого энцефалита. И где-то 2,5 – это вирусом боррелиоза. Боррелиоза всегда инфицированы больше. Но я думаю, что это связано с холодной погодой. Люди меньше выезжают на природу. Дожди идут. И в это время, может быть, активность клещей поменьше. Хорошая профилактика клещевого энцефалита и боррелиоза вакцинации, подчеркивают специалисты. Ее проводят заранее с осени в несколько этапов. Прививки делают в поликлиниках по месту жительства и в частных учреждениях. В 2017 году в Царлитамаке вакцинирован 51 человек, сообщает территориальный отделе управления Роспотребнадзора. У нас Абдульна Вадима Мансаров, Царлитамак, Служба новостей.